Привет всем! Это Sabrina из Russian Homestead Girl, и добро пожаловать в моем канале. Сегодня я в своей кухне своим отцом, и он давним-давно обещал поделиться рецептом ковбойского кофе. И мы сегодня будем наконец-то этого сделать. Поехали! Привет всем! Ну, сегодня, как Sabrina сказала, мы сделаем ковбойский кофе. Я сделаю этот кофе уже много лет, и самый классный факт это то, что можно сделать его где угодно. Пошли с нами, и мы покажем, как все сделано. Сначала давайте говорим о кофе. Я предпочитаю использовать кофейные зерна, но можно также использовать уже молотый кофе. Но свежий кофе всегда вкуснее, по-моему. Пока ты работаешь с кофе, можно ставить кострол на плите, на плиту, и разогреть воду. Наш рецепт для кофе, это одна столовая ложка для каждого стакана воды. Когда вы готовите кофе, вы должны быть уверены, что вы не добавляете кофе, когда вода холодная, или очень горячая. Нужна просто теплая вода. Это поможет с вкусом, и делает кислоты кофе меньше. Если вы дотронете до води, и она теплая, это в самый раз добавить кофе. Когда касается кофейные зерна, просто выберите, что вам нравится. Если вам нравится кислый кофе, тогда выберите экспрессо. А если посладче нравится, а можно крема или что-то похожее. Если вы просто хотите, чтобы вкус был солнее, просто добавьте больше кофе. Ну, как вам нравится больше. Вот, я уже готовил этот кофе так много раз. Я всегда добавляю воды до этого места на кастрюле. И я знаю, сколько кофе должно быть в кофемолке. Даже ложка не нужно. Вот, наша вода теплая. И сейчас мы добавляем кофе в воду. И мне нравится просто мешать его, чтобы процесс начался. И сейчас мы просто ждем, пока вода не копилась. Вот вода начала кипиться. И, как вы увидите, скоро будет очень-очень красиво кипиться, сильно. И я покажу, как должна быть. Вот, как нужно выглядеть. Смотри, как красиво. Именно, что мы хотим. Сейчас поставим крышку на месте и подождем 4 минуты. Причина, по которой мы хотим варить кофе 4 минуты, это чтобы кислоты кофе уменьшилась и вкус стало более приятным. Вот, кофе уже варится 4 минуты. Видите, как красиво. Сейчас уже достаточно. Можно больше не варить. Сейчас нужно просто оставить его на минуту и потом мы будем наливать на его чуть-чуть холодную воду. И причина, по которой мы это сделаем, это чтобы куша успокоилась и наше кофе стало чистее. Сложно объяснить, но работает. Даже сита не нужна и кофе очень чистый получается. Вот, мы оставили его на минуту и сейчас мы наливаем в холодную воду. Не очень много нужно, в челку чуть-чуть. И сейчас подождем чуть-чуть, кофе будет готовый и чистый. Хорошо, кофе готовый. Мы возьмем чашки. Вот я люблю мой кофе с молоком. Но этот кофе совсем неплохо. Даже просто черный. Но я всегда люблю добавлять молоко первое. По-моему, вкус получается лучше. Но, возможно, это просто и лучше. И вот, мы просто возьмем кофе. А как вы видите, куши совсем нет. Кофе чистый. И вот, прекрасный вкусный кофе. Аромат просто прекрасный. Целый дом пахнет чудесно. И вкус кофе просто сногсебатленный. Лично я не потребляю сахар в моем кофе. Я считаю, что этот кофе, когда сделано так, достаточно сладко. Но если вы хотите, можно добавить. Очень хорошо. Сейчас вы тоже можете приготовить ковбойский кофе дома. Итак, ребята. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что так долго дождались этого рецепта. И надеюсь, что у вас все хорошо. До скорой встречи на моем канале. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok